Друзья ангелов Друзья ангелов Доказательства дружбы. Часть вторая Тебе что, больше летать негде? Ты загораживаешь мне солнце! Мы здесь не для того, чтобы загорать! Правда? Хоть это и с виду и похоже на остров, на самом деле это кабинет вызова! Ну так ответь мне только на один вопрос. Почему мы в купальниках? Ну, ой! Повтори, пожалуйста, вопрос! Ничего смешного! Смотри, крабики! Какая прелесть! Когда здесь была кабинет, она сражалась с огромной пчелой. И кто сказал, что эти крабы безобидные? А, прелесть! Спорю, что ты боишься этих малышей. Почему это я должна бояться? Потому что ты такая неженка и избалованная, как ребёнок. Иди сюда, малыш! Давай покажем противной чернушке, что мы, ангелы, дружим со всеми живыми существами. И с маленькими тоже. Видишь? Ой! Ещё как вижу! Похоже, сейчас тебя пощипают, милочка. Это была ловушка! Как это ты догадалась? Признавайся! Ты меня подставила! Хотелось бы подискутировать, но лучше тебе удирать отсюда. Эти огромные клешни очень быстро превратят тебя в ангельский шашлык. Дело плохо! Прости, Раф. Прости, Раф. Я не знаю, кто строит козни у тебя за спиной. У меня нет никаких доказательств. Но всё же есть одно подозрение. Какое? Тот факт, что меня отозвали из золотой школы, это было сделано неожиданно и с явным умыслом. Так что же мне делать? Я не уверен, но всё же дам совет. Выше нос! И доверяй своим друзьям. Вы поссорились, но истинная дружба не умирает. Я уверен, что ты сможешь сплотить компанию ангелов. Вы так считаете? Запомни, Раф. Дружба – самое мощное оружие на свете. Когда вы вместе, вам не страшны любые опасности. Вы абсолютно правы. Как я могла сомневаться в Сладкой, Мике и Уре? Я сделаю всё, чтобы вернуть их дружбу. Тогда отправляйся к своим друзьям. Лети, Сладкая, лети. Ох уж эти ангелы, они хотят дружить со всеми. Не знаю, что хуже, эти клешни или твой визгливый голос. Хватит ныть. Главное, не останавливайся. Я чувствую дыхание Краба на своей шее. Может быть, в джунглях он от меня отстанет. Он срубает пальмы, как траву. И скоро доберётся до твоих крыльев. Ты проиграла, Сладкая. Сдавайся. Это ещё не конец. Попалась. Но почему она ничего не делает? Милый, одну секундочку. Волосатые крылья! Веди себя хорошо. Я сказала, хорошо! Нечестно. Ты приручила дикое существо с помощью кнута из волос. Вот именно. А знаешь, что делают прирученные животные? Слушается своего хозяина. Красавчик, иди к тёте Кабале. Подожди секундочку. Ты ведь не станешь обижать своих? О чём это она? Крылья превращения! Она превратилась в краба! Видишь этого пушистика? Это наш заклятый враг. Она хочет сварить нас заживо в котле. Нет! Хороший крабик! Нет! Нечестно! Да, я победила. Хорошо. Ты будешь первой влиять на действия Лили. И у меня уже есть идея. Подходите, ребята, не бойтесь. Эта милая, удобная машинка предсказывает будущее, используя самые современные технологии. С каких это Буркабале стал изобретателем? Не знаете, какой путь выбрать? Находитесь на жизненном перекрёстке и хотите совета? Эта машина ответит на все ваши вопросы. Интересно, как она работает? Хочешь попробовать? Кто я? Похоже, у тебя какие-то затруднения, и ты хочешь узнать, что тебе готовит будущее. Вообще-то я... Всё, что требуется, встать на весы. То есть на подиум-детектор. Ну, в общем, всё... Довольно ужасно. Что значит ужасно? Да так, ничего. Нет, что сказала машина? Знаешь, она ещё недоработана. Но вы сказали, что она может предсказывать будущее. Пожалуйста, скажите, что меня ждёт? Ты будешь жить долго. Очень долго. Но в одиночестве и без любви. Мне очень жаль. Никто не может предвидеть будущее. Она её обманывает. Это всё, что сказала машина? Ну да, если только... Что? Вся твоя жизнь зависит от решения, которое ты примешь в ближайшие дни. Машина не уточняет, что это за решение. Решение? Ну, конечно. Моё будущее зависит от того, что я решу по поводу Глории и Александра. Ты поняла, что сообщила тебе машина? Я в этом уверена. Спасибо. Я обречена на жизнь без любви? Тогда я сделаю всё, чтобы у Глории ничего не получилось с Александром. О нет! Что же теперь делать? Сначала надо извиниться перед сладкой. Эй, ангел, что за спешка? Сульфус! Не убегай. Я всё объясню. Не сейчас. Я знаю, ты меня ненавидишь, но... Это не так. Ты доволен? Так ты мне веришь? Не знаю, чему верить. Но я решила доверять своему сердцу. И в нём всегда есть место для тебя. Тогда позволь всё объяснить. Для этого ещё будет время. Обещаю. А сейчас мне надо помириться с друзьями. Иди. Я подожду. Можно войти? Раф! Я по тебе соскучилась! Я пришла извиниться. Я должна была тебя выслушать. Не переживай. Это отчасти и моя вина. О чём ты? Трудно объяснить. Я видела Александра, но была не совсем уверена, что это он. Может быть, Сульфус говорил правду о клоне? Возможно. Но сейчас я хочу только одного. Прости меня. Что я могу для тебя сделать? Может быть, ты поможешь мне с моей подопечной? Я не знаю, что делать. Тогда давай начнём с самого начала. Решено. Я испорчу первое свидание Глори и Александра. Почему ты такая грустная? Вы про меня? Не хочешь посмотреть на мои браслеты? Они обладают чудесным свойством. Возвращают улыбки на лица. В моём случае для этого понадобится чудо. Ты можешь примерить. Заходи. Ого, у вас так много браслетов. Да, я сама их делаю. Своими руками. Вот этот. Очень красивый. Спасибо. Но ты уверена, что он тебе подойдёт? Ну, не знаю. У тебя более спортивный стиль. Как насчёт вот этого? Вы правы. Он великолепен. Понимаешь? Секрет в том, чтобы выбрать не самый красивый, а самый подходящий браслет. Правда? С любовью точно так же. Для нас идеален далеко не каждый, а только тот, кто нам подходит как личность. Понятно? Да, но как убедиться в том, что ты нашла подходящего парня? Даже легче, чем выбрать браслет. Ведь ты выбираешь не одна. Это взаимный процесс. Когда ты встретишь нужного человека, вы оба сразу почувствуете, что вы родственные души. Взаимный процесс. Александр! Глория, что ты здесь делаешь? Лили прислала мне сообщение, попросила прийти сюда. Меня тоже? Ну да. Я хотела вас видеть. Мне нужно извиниться. Вы идеально подходите друг к другу. Но всё это время я пыталась вам помешать. Что? Зачем? Это была навязчивая идея. Я хотела, чтобы ты стал моим парнем. Надеялась, что ты моя судьба. Но я ошибалась. И уверена, что вы будете счастливы вместе. Эй, стой, куда ты? Подожди. Я думаю, ты больше не захочешь со мной дружить. Ты что, шутишь? Ты мой лучший друг. И мой тоже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. В конце концов, я победила. Александр и Глория будут встречаться. И Лили это больше не мучит. Подумать только. Этот мотылёк меня обхитрил. Без Раф я бы не справилась. Она подсказала мне, что надо делать. Раф? Я думала, что вы не разговариваете. Это всё в прошлом. Прелесть истинной дружбы в том, что даже если вы ссоритесь, примирение всё равно неизбежно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...